Я хочу рассказать тебе историю, которая приключилась однажды в школе. Дело было вечером. Ученики разошлись по домам. Учитель закрыл классный журнал, сложил свой карманный ножик, которым он чинил цветные карандаши. Они ужасны, эти цветные карандаши. Каждый раз ломаются. Так вот, значит, учитель привёл всё в порядок у себя в письменном столе и ушёл. А вечером ручка, она была очень любопытна, подскочила вдруг к чернильнице и спрашивает. Скажите, тётушка, вы ничего не слышите? – Подожди, – ответила чернильница, – дай послушаю. – В книжном шкафу какой-то шум, – прошептала ручка. – А ведь, пожалуй, верно, – признала чернильница, – там что-то происходит. И действительно, с книгами что-то делалось. Раскрывались переплёты, шелестели страницы, слышались восклицания, шёпот, – доносились отдельные слова. – Быть может, они хотят уйти? – сказала ручка. – Да, да, они собираются в путешествие. Вот интересно. А чернильница говорит, – Нет, это невозможно. Шкаф заперт на ключ. В таком случае не понимаю, не понимаю, что там происходит. И тут показались маленькие человечки. Они вылезли из книжного шкафа через замочную скважину и запрыгали по полу. – Кто это? – спросила ручка. – Да я их как будто знаю. А чернильница говорит, – Подожди, подожди, подожди. Я их тоже где-то видела. – Ну, конечно, ведь это слова. Их пишут чернилами и пером. Тогда ручка воскликнула. – Так ведь я их тоже знаю. Сколько я их написала. Интересно, что они собираются делать? А слова взобрались на стол учителя и заговорили все сразу. Вдруг одно из них схватило тряпку, Которую учитель обычно стирал с доски и закричала строгим голосом. – Тихо! – Это слово наказание, – шепотом сказал чернильница. И ручке захотелось спрятаться. – Тихо! – Не то уборщица услышит, и тогда нам придется отправиться обратно в книги. – Ничего она нам не сделает, уборщица, – сказала слово доброта. – Она славная женщина. – Не верьте, не верьте этому, – проворчало слово злость. – Ладно, ладно, – сказала слово брат. Оно говорило мягко и спокойно. – Мы не затем собрались сюда, чтобы ссориться. – Мы хотим решить, какое слово самое главное. – Поторапливайтесь, поторапливайтесь, друзья, – сказала слово часы. – Кто же хочет быть самым главным? – Только не я, только не я, – сказала слово робость. – Я становлюсь красной, как вишня. Едва кто-нибудь на меня посмотрит. – Меня изберите, – меня, – закричало слово железо. – У меня большая сила, кто за меня? – Минуточку, – минуточку, – вставило слово золото. – Взгляните, как я сверкаю, как я сияю. – Я самое любимое слово. – Неправда, – сказал чей-то спокойный голос. – Вот оно, любимое слово. – Это мама. – Оно самое красивое и самое нежное слово. Внезапно толпа раступилась, чтобы дать дорогу еще одному слову – круглому, толстому, пузатому. – Это было слово суп. – Слушайте, – сказала она. У него был полный рот, так что трудно даже было понять, что она там говорит. – Я предлагаю избрать главным словом хлеб. – Что вы на это скажете? – Его все любят. Изберем слово дом, – воскликнула доброта и выступила вперед. – Это очень хорошее слово – дом. Его тоже все любят. – А я вот его не люблю, – воскликнуло слово ветер. Оно мешает кусать людей за щеки. – Вдруг прогремел могучий голос. – Прошу слово! – Это появилось одно очень важное слово. Оно было больше всех других и круглое, как мяч. О, да это шар, это земной шар. – Друзья! – сказала слово земной шар громким и торжественным голосом. – Я вам назову слова, которые мне нравятся больше всего. – Например, дружба. – У этого слова добрые и крепкие руки. – Или возьмем, например, слово согласие. Оно всегда старается сделать так, чтобы люди жили в мире и не ссорились. В классе стоял гул, это гудели слова. Они спорили, кто же будет главным. Слово лакомка с хитрым видом бегало от одних к другим, размахивало руками и говорило. – Изберем слово конфета. Уверяю вас, все будут довольны. Или слово пастила. И вдруг вышло слово мама. Тогда все другие слова умолкли. – Дорогие, слушайте меня, – сказала слово мама. – Кажется, я знаю, кто у нас самый главный. Есть одно слово, которое все любят. Все мужчины, все женщины, все дети, все пахари, все каменщики избрали бы его. – Я догадываюсь, что это за слово, – сказала слово фиалка. – И я догадываюсь, – сказала слово лакомка. – Это слово, это слово мир, – закричало много-много голосов. И тотчас засиял необыкновенный свет. – Нет, да, да, вот кто у нас самый главный. – Слово мир, – кричали со всех сторон. Но все-таки некоторые не кричали. Например, слово злость, оно забилось в угол. Ему было страшно. И слово мир вышло вперед. Оно было очень красиво. Его и избрали. – А теперь по местам, – сказала слово работа. – Мы всю ночь не спали, а уже рассвет. Скоро придут дети. Идемте, друзья, подумаем о малышах, которым надо учиться. Приготовимся к урокам. Послышался легкий шелест, и слова быстро-быстро покатились со стола. Через замочную скважину они пробрались в книжный шкаф. Раскрылись книги, зашелестели страницы. Слова разошлись по своим местам. Вот и вся сказка.